Здравствуйте! Тема урока «Значение периодического закона для развития науки, технологии и понимания химической картины окружающего мира». Вы узнаете о прогнозировании свойств химических элементов и их соединений по положению в периодической системе. Познакомитесь с основными направлениями развития науки, связанными с открытием периодического закона. Периодичность – это повторяемость химических и некоторых физических свойств у простых веществ и их соединений при изменении порядкового номера элемента. В первую очередь она связана с повторяемостью электронного строения атомов при увеличении заряда ядра. Различают вертикальную, горизонтальную и диагональную периодичности. Вертикальная периодичность заключается в повторяемости свойств элементов и их соединений в пределах одной группы. Проследим изменения энергии ионизации на примерах первой А, второй А и восьмой А групп. Мы видим, что энергии ионизации в основных группах сверху вниз уменьшаются. Горизонтальная периодичность заключается в изменении свойств в пределах каждого периода. Энергия ионизации в периоде увеличивается. Диагональная периодичность связана с изменением свойств элементов по диагонали. Так, литий похож по свойствам на магний, бериллий на алюминий. При объединении трех видов периодичности появляется так называемая звездная периодичность. Так, магний по свойствам схож с окружающими его элементами. На основании таких геохимических звезд можно обнаружить присутствие элемента в минералах и рудах. Ко времени открытия периодического закона многие элементы были неизвестны. Заслуга Менделеева состояла в том, что он предсказал существование и свойства еще неоткрытых элементов, оставив для них пустые клетки в периодической системе элементов. Руководствуясь периодическим законом, Менделеев изменил относительные атомные массы некоторых элементов. Ранее считалось, что относительная атомная масса бериллия равна 13,5. В таком случае бериллий должен был находиться между углеродом и азотом, относительные атомные массы которых 12 и 14 соответственно. Менделеев пришел к выводу, что бериллий следует разместить между литием и бором. Относительная атомная масса бериллия складывалась из полусуммы относительных атомных масс двух крайних элементов. Открытие периодического закона – это блестящий образец научного предвидения. В 1870 году Менделеев предсказал существование трех еще неизвестных элементов, которые он назвал экосилицием, экоалюминием и экобором. Еще при жизни Менделеева эти элементы были открыты – скандий, германий, галлий. В 1875 году французский ученый Ликок де Буападран открыл галлий. В 1879 году Нельсон открыл скандий, в котором воплотился предсказанный Менделеевым экобор. В 1886 году Винклер открыл германий, который оказался экосилицием. В четырех местах периодической системы некоторые элементы расположены не в порядке возрастания атомных масс. В конце 19 века Менделеев писал, что вероятно атом состоит из других более мелких частиц. В 1907 году было доказано, что атом состоит из элементарных частиц. В конце 19 века благодаря теории строения атома стало известно, что свойства элемента находятся в зависимости не от относительной атомной массы, а от заряда ядер. При этом порядковый номер элементов совпал с показателем заряда ядра. Открытие, сделанное Менделеевым, повлияло на развитие науки. Если раньше элементы находили случайно, то с появлением периодической системы химики целенаправленно стали искать элементы, ориентируясь на пустые клетки. Так были обнаружены редко встречающиеся элементы. Периодический закон сыграл огромную роль в развитии химии и естественных наук. Была открыта взаимная связь между всеми элементами и их физическими и химическими свойствами. Периодический закон стал важным звеном в эволюции атомно-молекулярного учения, оказав значительное влияние на разработку теории строения атома. Используя периодический закон, Дмитрий Иванович Менделеев стал первым исследователем, сумевшим решить проблему прогнозирования в химии. Периодический закон помог также уточнить многие особенности химического поведения уже открытых элементов. Успехи атомной физики, включая ядерную энергетику и синтез искусственных элементов, стали возможными лишь благодаря периодическому закону. Периодический закон объяснил множество явлений природы, подтвердил многие философские категории. Причина и следствие, форма и содержание, общее, единичное. Любой предмет состоит из отдельных элементов и процессов, совокупности составляющих содержание. Содержание имеет форму. Если изменяется содержание, изменяется и форма. Периодический закон – это содержание, а его формой является графическое изображение, периодическая система. Периодический закон, связывающий химические элементы, один из общих законов природы. Существуют и другие законы. Наиболее общие законы развития природы. Периодический закон подтверждает их. Закон единства и борьбы противоположностей утверждает, что борьба противоположностей – это источник движения и развития материального мира. Этот закон проявляется в строении атома как единстве противоположностей, положительно заряженного ядра и отрицательно заряженных электронов. В металличности и неметалличности свойств элементов. В кислотных и основных свойствах соединений элементов. Во внутренней противоречивости амфотерных соединений. Ярким примером внутренней противоречивости является водород, который в химических реакциях может быть как окислителем, так и восстановителем. Его можно отнести и к металлам, и к неметаллам. Закон перехода количественных изменений в качественный характеризует процесс обновления материального мира, говорит о его скачкообразном развитии. Под скачком понимают переход одного качества в другое. Условность скачки делят на мгновенные и медленные. Переход элемента к элементу в периоде с ростом заряда ядра атома – это незначительные мгновенные скачки, образование нового качества, то есть новых свойств. Количественный изменения в отдельных атомах и системе элементов постоянно ведут качественно новым свойствам. Переход от галогенов к инертным газам – это большой мгновенный скачок, когда завершается энергетический уровень. Переход от инертного газа к щелочным металлам – это также мгновенный большой скачок, когда образуется новый слой. Закон отрицания-отрицания выражает всеобщую закономерность развития материального мира от простого к сложному и предполагает связь – преемственность в развитии. Эта связь наиболее ярко выражена при переходе от периода к периоду. Например, калий повторяет свойства натрия, однако калий имеет больше электронных слоев и является более реакционно способным. Открытие и развитие периодического закона на основе теории строения атома подтвердило познаваемость мира, доказало его материальность, единство и противоречивость. Периодический закон является универсальным законом. Он относится к числу таких общих научных закономерностей, которые реально существуют в природе, и потому в процессе эволюции наших знаний никогда не утрачивают своего значения. Неоценимо значение периодического закона в преподавании общей и неорганической химии. Его открытие было связано с созданием учебника по химии. Дмитрий Иванович Менделеев пытался предельно четко изложить сведения об известных на тот момент 63 элементов. На сегодня элементов вдвое больше. Периодический закон является в настоящее время важнейшим инструментом познания. Он в значительной степени определяет развитие химии, геологии, астрономии, атомной и ядерной физики, химической технологии, металлургии, медицины и других наук. В 1955 году американский физик Сиборг синтезировал новый элемент под номером 101 и назвал его в честь Менделеева. Менделевий. В результате физических и химических исследований открыт новый вид энергии колоссальной силы – атомной. Овладение этой энергией может принести большую пользу человечеству. Но атомная энергия может принести и невосполнимые потери, если ее использовать во зло или обращаться с ней неграмотно. Примером тому являются последствия ядерных взрывов в городах Хиросиме и Нагасаки, трагедия на Чернобыльской АЭС, последствия ядерных взрывов на Симпалатиусском ядерном полигоне, катастрофа на АЭС Фукусима-1. Периодический закон позволил ученым строить гипотезы о рождении и превращении химических элементов во Вселенной, в недрах Солнца и звезд. Периодический закон – объективный закон природы. Он отражает материальность мира, его единство и развитие. Выполним упражнение для закрепления пройденной темы. Первое задание. Соотнесите названия элементов и имена ученых, открывших эти элементы. Правильный ответ. Германии был открыт Винклером, Сканди открыл Нильсон, Галли был открыт Лекоком де Буабадраном. Второе задание. Используя алгоритм характеристики элемента по его положению в периодической системе, охарактеризуйте элемент с атомным номером 24. Элемент под номером 24 – хром. Относительная атомная масса 52. Он находится в четвертом большом периоде. Группа 6А. Заряд ядра плюс 24, 24 протона, 28 нейтронов, 28 электронов. Это D-элемент. Количество электронов на энергетических уровнях 2, 8, 13, 1. Электронная формула. Хром – это металл. Формула высшего оксида – хром-О3. Третье задание. Периодический закон способствует развитию наук. Правильный ответ. Ядерная физика, химия, химическая технология. Подведем итоги урока. Вы узнали о значении периодического закона в развитии химии, геологии, астрономии, атомной и ядерной физики, химической технологии, металлургии, медицины и других наук. Научились давать характеристику элемента по его положению в периодической таблице элементов. Урок окончен. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok